Доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Национальной Академии Наук, заслуженный работник образования Республики Беларусь. Речь о Витольде Пестисе, делегате 6-го Всебелорусского Народного Собрания. Как ректор Гродненского государственного аграрного университета, он инициирует множество вопросов в сфере образования, в том числе привлечения талантливой молодежи в науку. У нас большое внимание уделяется подготовке не только специалистов для производства, но и научных кадров. Активно работает аспирантура, мы привлекаем талантливую молодежь для того, чтобы шла смена кадров, что очень важно. У нас средний возраст, когда-то наук не превышает 40 лет. Гродненский аграрный вуз – дело всей жизни Витольда Пестиса. А ведь когда-то он решительно был настроен поступать на ИСТФАК. Даже успел подать документы, но в последний момент передумал. И не пожалел. В аграрном университете Витольд Казимирович учился, преподавал, заведовал кафедрой, был проректором. Сейчас в качестве ректора делает все, чтобы родной вуз знали и за рубежом. Расширили зарубежные связи, и что интересно, вырос экспорт образовательных услуг. Это престиж не только нашего университета, это престиж страны. У нас учатся студенты более чем из 25 стран, включая и страны Западной Европы, а также Россию. Витольд Казимирович – участник всех пяти предыдущих собраний. Учитывая этот факт, он, как никто другой, знает и понимает пользу данного мероприятия. Наметить какие-то конкретные цели, которые могут быть реализованы. Одно дело, где-то у себя на месте варишься, другое дело, посоветовавшись, можно принять какое-то решение, способствующее тому, что задачи могут быть решены в более широком плане и в более короткие сроки. Поэтому такие встречи необходимы. Это, я считаю, что тоже один из элементов, может быть, демократии. Отметим, что важные предложения для собрания преподаватели и студенты аграрного вуза озвучили на диалоговых площадках, которые не так давно прошли в Гродно. И, предположительно, они прозвучат на 6-м Всебелорусском народном собрании от Витольда Пестиса.